Итоги спортивного года подвели в Краснодаре. 2014-й стал знаковым для всей страны и тем более для нашего края, который принимал Олимпийские и Паралимпийские игры. В мэрию на торжественный прием сегодня пригласили десятку лучших. Среди них олимпийские чемпионы разных лет, призеры международных и всероссийских соревнований, тренеры и преподаватели спортивных школ. Мэр Владимир Явланов вручил всем награды и поздравил с наступающим Новым годом. Сетебряная призерка Паралимпиады в Лондоне и чемпионата Европы. Перечесть все награды не хватит времени. Лариса Волик на каждом соревновании ставит личные рекорды по метанию копья и толканию ядра. А сегодня принимает благодарственную грамоту за достижения в городской администрации. Спорт, что называется, в крови. Отец Геннадий Валентинович, чемпион СССР по метанию молота. Мать Марина Михайловна, мастер спорта по легкой атлетике. Несмотря на проблемы с ногами, девушка не уступает своим родителям. Даже в свободное время занимается тренировками и постигает новые виды спорта. В этом году Лариса оставила копье и села в байдарку. Мы с тренером просто в кратчайшие сроки успели подготовиться, так что было стойно выступить на своем домашнем чемпионате, на чемпионате мира. Планы на будущее. Следующий год будет еще более ответственный, потому что будут разыгрываться лицензии на паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И времени мало, и нужно очень серьезно и насыщенно готовиться. В 2014-й особо запомнился Ларисе. Девушка участвовала сразу в двух эстафетах. Несла факел олимпийских и паралимпийских игр. Сейчас в музее Минифелинсна хранится та самая чаша, в которой зажгли огонь на театральной площади. Вы прославили не только город Краснодар. Краснодар правильно называют городом чемпионов. И есть у нас сборник изданный именно о вас, замечательных людей, которые прославили наш город Краснодар. Но и не только Краснодар. Кубань, Россию и многих из вас здесь сидящих знают за пределами нашей Родины. Спорту на Кубани традиционно уделяют большое внимание. В Краснодаре по инициативе губернатора возводят целый город спорта. Здесь многофункциональный комплекс «Чемпион» для занятия летними видами спорта – от плавания до фифтования. Чемпионаты международного всероссийского уровня проходят в баскетхоле и Ледовом дворце. Но помимо спорта высоких достижений, в столице Кубани делают ставку и на развитие массового. В Новознаменском запустили в этом году комплекс для подрастающих атлетов. Всего в городе открыто 46 спортплощадок в школах и дворах. Введем в эксплуатацию две усовершенствованные спортивные площадки. В нашем Красунском округе строится сегодня спортивный комплекс с плавательным бассейном в юбилейном микрорайоне, но осталось совсем немножко до его завершения. Я думаю, что уже в первой половине следующего года мы его введем в эксплуатацию. Проектируется строительство такого же плавательного бассейна в Комсомольском микрорайоне на территории 20-й школы. В этом году Краснодарский край признан самым спортивным регионом России. Кубань – лидер по количеству возведенных объектов. Причем олимпийские не учитываются. По этим показателям мы обгоняем даже Петербург и Москву. Но, несмотря на это, в новом 2015 году развитие спорта будет продолжено. В Краснодаре появится еще несколько новых объектов. Например, в Кубанской столице строят современный стадион на 33 тысячи мест. Его планируют закончить следующей осенью. Все новые сооружения дают прекрасную возможность тренироваться и достигать новые вершины краснодарским чемпионам. Эти люди и есть истинная гордость города. Они быстрее, выше и сильнее всех в мире. Дарья Безинская, Дмитрий Забелин, Краснодар, 24.